В Елабужском институте Казанского федерального университета стартовал второй этап международной зимней исторической школы. В ходе торжественного открытия участников поприветствовали организаторы форума. От лица российского исторического общества с приветственным словом выступил председатель организации Сергей Нарышкин. Сегодня в одном из красивейших городов Татарстана, в Елабуге, стартует второй этап международной зимней исторической школы российского исторического общества. У нас в России хорошо знают, чтобы снизить риски при принятии серьезных решений, повысить их качество, необходимо изучать историю. Поэтому российское историческое общество придает большое значение таким просветительским проектам, как эта школа. От имени коллектива ученых Казанского университета участников зимней исторической школы поприветствовал ректор КФУ Ильшат Гафуров. Прежде всего хотел бы поблагодарить Министерство образования и науки России, Российскую академию наук, Общественную палату Российской Федерации, Российское историческое общество за высокую честь и предоставленную Казанскому университету возможность проведения очередного второго этапа международной зимней исторической школы в Татарстане. Темой второго этапа исторической школы станет «Россия и мир». Участники обсудят роль России в глобальных исторических и экономических процессах, историю взаимоотношения нашей страны с другими государствами, особенности внешней и внутренней политики на разных этапах развития, а также историю народов России. Мне очень радостно, что коллеги признали успех первого этапа исторической школы и снова доверили Казанскому университету проведение. Ну и, конечно же, очень приятно, что в этот раз мы стали ответственными за прием этой школы, за проведение деловой программы, экскурсионной программы. Безусловно, Елабуга – это тот город, который представляет, и это учебник, скажем, развития истории России в малом городе, поэтому, конечно же, участие Елабуги в этом проекте очень ценно и важно. 20-й век – это век, в котором, как принято в исторической среде говорить, очень много трудных вопросов, на которых очень часто пытаются спекулировать. Поэтому для нас очень важно показать, что история современности должна преподноситься исключительно на фактах, источниках. Чем глубже историческая память, тем больше период прогнозирования. Если 100 лет, то можно прогнозировать на 10-15 спокойно, понимая, как ты будешь развивать свою семью, свое предприятие, свой город. Нам нужно и стране, и народу все-таки историческую память нашу восстанавливать, возрождать, чтобы была мощная опора, на которую мы сможем играться, и только тогда мы сможем делать нормальные прогнозы и планы развития. В течение пяти дней в Елабужском институте свои лекции для студентов проведут ведущие ученые-историки из разных стран, специалисты академических и университетских центров, а также музеев и архивов нашей страны. Очно в работе исторической школы примут участие 100 студентов из 36 стран мира, а также в режиме онлайн к лекциям присоединятся около 5000 студентов из российских вузов. Россия – это большая страна, и в каждом городе или в каждом районе у них есть своя история. Так что если вы приезжали из другого региона или другого континента, или другого вообще, у всех континентов, у всех местах есть своя история. Так что мы всегда изучаем, и всегда это плюс для нас. Тем более мы иные страны студентов, которые приехали издалека. Если мы знаем еще другие истории, это очень интересно для наших опытов, это интересно для наших будущих карьеров. Это первая научная конференция, которую я предчувствую после того, как я приехала в Москву три года назад. И мне очень радо, что я здесь встречаю много новых людей и много известных ученых. Тут я уже много узнала, особенно о том, как Россия сохранит свою историю и показать, что у России есть много событий, и это уже часто богатство страны. В первый час мы учили про архивы в Второй мировой войне, а сейчас мне кажется, что все учим про Россию и мир, ну, в актуальности. И мне кажется, что это очень полезно, не только для меня, но еще я могу, не знаю, в будущем работать в самой стране, и все эти знания, которые я получил, могу дальше научить других работ. Для меня это было очень интересно, потому что я не много знаю про другие места здесь, в России, и после этого я хочу путешествовать в Россию. Практическим итогом зимней исторической школы станет совместная проектная работа российских и иностранных студентов. Разделившись на группы по тематическим направлениям, участники школы обсудят вклад российских ученых в развитие мировой науки, роль России в сфере глобальной безопасности, мировой опыт борьбы с эпидемиями и пандемиями, а также ближе познакомиться с культурным наследием нашей страны. Айдар Нурмеев, пресс-служба Елабужского института КФУ.